здравствуйте а и приветствую вас рустам город новосибирск откуда вы а меня зовут александр из города харьков как вас обстановка в городе александр ну харьков это реально при фронтовой город что у вас там сейчас происходит ну если в двух словах то ракетный терроризм что 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 подразумеваете под ракетный терроризм обстрелы города харьков ракетами дальнего радиуса действия как вы думаете почему это происходит ну какая цель у террориста обычно ну если вы подразумеваете террориста я же сказал если два слова местные местные жители города харькова мы прекрасно понимаем что это ракетный терроризм два слова ну когда-то был обстрелы харькова ракетами ближнего радиуса действия градами когда российские войска отодвинули от харькова то продолжились обстрелы ракетами дальнего радиуса действия а как часто происходит у вас обстрелы каждую ночь и днем тоже бывает то есть по жилым массивом прилетает естественно да вот буквально там каждый день каждую ночь вот у нас и в телеграм-каналах идут такие сообщения там в такое-то время там вылетели как они говорят блядины но ракеты из белгорода там через какой-то через там минуты 3 взрыв там потом еще один взрыв 2 3 4 а когда вылетели там пишут что все в укрытие но если это не не ночью да по жилым кварталом да да ну не знаю вы как думаете почему все начало происходить вообще но нападение российской федерации на украину и неудачи первых дней войны под харьковом привели к тому что ну как то надо было что-то делать после того как российские войска потерпели поражение понесли большие потери то тогда просто стали обстреливать я имею в глобальном масштабе вы думаете почему это все происходит россия преступник террорист агрессор почему гитлеровская германия начала свою агрессию в глобальном масштабе мы сейчас разговариваем потому что гитлеровский режим такой был гитлеровской германии ну понятно откуда вы черпаете информацию если не секрет как очевидец ну и я знаю про гитлеровскую германию определенно немножко интересовался историей я имею ввиду не они про гитлеровскую германию а про как очевидец как житель города харькова вот например на улицу есенина во двор прилетели кассетные боеприпасы прямо во двор я там был просто знакомый там живет я к нему приходил и вот мы прошлись по двору и я с удивлением его спрашивал что это было зачем это обычный жилой двор там клумбы дорожки там нет следов танков там я не знаю каких-то военных там еще что-то такое терроризм ну просто почему они по определенным дворам терроризм если бы они хотели уничтожить город не прицельный обстрел начнем с того что это боеприпас смерча который снабжен кассетными боеприпасами которые рано в воздухе все уже да госпитал конец госпиталь армия а теперь думаете кто его армия армия сразу узнал по подушке добрый вечер приветствую вас откуда вы город харьков меня зовут александр какой город харьков вы исчезаете во время это чебурный отлагает я владивосток а я из города харьков чего отлагается звук скачет а я из участника вроде лучше стало не трясите камеру лучше будет связь а я из города я я поняла теперь вот то что я подведула камеру может быть и лучше стало я поняла что вы из харькова до меня зовут александр а вы из владивостока а как вас зовут я не знаю да мария да мария о чем вы хотите пообщаться даже не знаю о чем я могу с вами пообщаться вопросы к владивостоку нет да ну как бы да ну а у меня к харькову нет держитесь что я могу сказать харьков держитесь ждите перемен скоро будут так они же уже случились разве ну конечно разве уже полностью город освободили от нациков полностью когда случилось в первые дни войны там на третий день на третий на четвертый день заезжали ваши колонны и они были полностью уничтожены серьезно ну да у меня я житель северной окраины города харькова даже номер номер молодец молодец дядька ты такой молодец жди перемен скоро русские придут и морду тебе набьют замечательно а и чтобы и и